Моделист Если говорить о моделировании в Николаеве, насколько это популярно и популярно это среди молодежи? Есть ли, возможно, какая-то группировка людей, которые делятся какими-то деталями, моделями, нововведениями? Или это единичные случаи? Ну, на самом деле, у нас в Николаеве модельная школа очень мощная и она разделена на несколько частей. Это судомоделисты, это военная техника. И вот, в общем-то, уникальная для Николаева, буквально несколько человек, кто этим занимается. Это железнодорожный моделизм. Это детская железная дорога родом из детства, как я говорю. И к ней все аксессуары. К сожалению, в советские времена это было не так доступно. Сейчас это тоже сложно, скажем так. Это можно достать только из Европы, получить там как-то. Но, тем не менее, несколько человек таких есть. Есть очень серьезный проект в Гамбурге, самый крупный макет. Россияне попробовали их догнать, гранд-макет Россия. Ну, вот теперь Николаев, я думаю, что будет тоже определенная фишка нашего города. А если мы говорим, вернемся к Николаеву чуть позже, если говорим вот о таких моделях для тех, кто хотел бы, например, этим заниматься. Потому что многие мальчишки, возможно, заинтересуются, где и как можно достать подобную модель. Это только из Европы или в Украине где-то есть такое? Ну, в основном только из Европы. Ну, здесь есть интернет-магазины, опять-таки, интернет рулит, все можно получить, все можно заказать. Да, это не дешевое удовольствие. И, в общем-то, хотелось бы заметить, что один из самых, наверное, знаменитых коллекционеров-железнодорожников, да, именно вот железнодорожный моделист, которого мы все знаем, это был Рональд Рейган. Он был фонетичный просто человек в этом отношении. Мы его знаем как президента, но то, что он собирал паровозики, мало кто знает. Увлечение у каждого есть свое. Если в среднем говорить вот о таком домике, да, с двумя фасадами, сколько уходит времени? Сколько времени удовольствия? Ну, на сам дом, допустим, собрать можно там от трех дней до недели, а вот дальше собирать ландшафт, дальше делать подсветку, улицы, машины, деревья. На это уходит гораздо больше. Я предлагаю сейчас посмотреть несколько фотографий, которые делал во время интервью с вами Женя Гаманюк, наш коллега, журналист, Сниклайфа, и прокомментировать их. Вот так выглядят уже ландшафты, вот уже с домами, с деревьями, с собаками, с людьми, со всем. Вот видим. Кстати, эти модели, это маленькие копии существующих домов? Часть, часть это точные копии архитектурных сооружений Европы. Часть из них действующая. То есть, когда мы макет запустим, будут крутиться колеса, из труб будет идти дым, какие-то звуки появятся. Просто вот, когда этот проект начал дышать по чуть-чуть, начали появляться наши товарищи присоединяться с какими-то предложениями. А вот мы добавим эту фишку, мы добавим эту, Николаевские электронщики там. Ну, то есть, пока не буду все раскрывать секреты, но мы... Да, вот если мы говорим о проекте, который, соответственно, уже будет посвящен Николаеву, какая команда работает все-таки? Сколько это людей? Смотрите, здесь сейчас работает над макетом где-то от трех до десяти человек, каждый там делает свою часть. Вот. Просто сейчас это Европа. Это наш вымышленный Николаев, скажем так. Вот. Но мы уже пришли к тому, что мы все-таки делаем архитектурные какие-то вещи. И скоро этот шаг будет сделан. И я думаю, что следующим этапом мы воплотим все-таки нашу мечту. Ну, особенно вот мне бы хотелось старый Николаев. Вот те старинные здания, которых уже нет, городская управа, там, то, что мы потеряли. То, что, как я говорю, осталось только на открытках у Любарова. Да, да, да. Ну, да, к сожалению. Если мы вот говорим о таких макетах, и как долго еще Николаевцам ждать? Потому что это только проект. Напомню, что буквально год прошел с того времени, когда вы говорили о железной дороге, о макете. Да, сегодня уже есть наработки. И я так понимаю, что по вашему посту в Фейсбуке, что очень скоро уже Николаевцы это увидят. Ну, мы хотим сейчас запустить макет ориентировочным размером 5 на 2,5 метра, чтобы по нему побежал паровозик, чтобы это все задышало, задвигалось. А дальше это будет получать свое какое-то развитие. Самая большая проблема – это в помещении, где это все смонтировать. Вот как раз это и хотелось спросить, где это будет планироваться. Потому что пока это все находится у нас по домам, по квартирам, ну, в общем-то, вы понимаете, что таких размеров это очень сложно. Если появится какое-то помещение, конечно, там это можно будет выставлять. И макет, он должен жить, он должен развиваться постоянно. То есть это не мертвая вещь, которую поставили, пришли, посмотрели. Там буквально каждую неделю что-то будет меняться, добавляться. Опять-таки день меняет, ночь появляется, там, зима, то есть какие-то машины пошли, начали двигаться паровозы, локомотивы, заурчал, там, ну, открою завесу, да, будет там, лунопар, которого вот нет у нас у Николаева. Здесь он будет, он будет двигаться. Мы воплощаем свои мечты пока то, каким мы хотим видеть Николаева, вот, каким он мог бы быть. Если мы говорим про вот этот макет, он как-то все-таки подвязан под районы Николаева? Пока нет. Только пока что это вымышлено. Пока это вымышленный городок, да, то есть мы стартуем с этого. Дело в том, что мы хотим, если вот браться так плотно, то это надо работать по чертежам, по документам, это, конечно, очень сложно. Но, тем не менее, шаг технологии, 3D-принтеры, 3D-фрезеровка, это, конечно, просто прорыв, который действительно может позволить нам это все воплотить в ближайшие, там, несколько лет в жизни. Ну, я думаю, что Николаевцев мы в любом случае с экранов телевизора объявим, когда же и где же будет показан этот макет. Надеемся, что это уже будет к концу этого месяца. Надеемся очень сильно по анонсам. Ну и, соответственно, если говорить о макетах Николаева, что-то уже, наработки какие-то есть? Возможно, дома, которые какие-то из фотографий что-то переделывали. Я так вижу по глазам вашим, что не хочется секреты раскрывать, но все же. Наработки есть, процесс идет. Я думаю, что на этом макете, вот, который мы откроем, уже будет первый знаковый объект, и вы его увидите обязательно. Мне бы хотелось, чтобы с него все началось. То есть, часть Николаева уже старого будет? Кусочек будет. Вот так. Ну что ж, друзья, поэтому будем ждать, когда же это все осуществится. Будем надеяться, что очень скоро у вас будет возможность привезти своих друзей или пригласить из других городов посмотреть на вот такой вымышленный с фантазией город Николаевка, тот, которым мы его хотели бы видеть. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам в студию с утра. Вот так, друзья, увлекайтесь делом, реально дело всей жизни. Сегодня показал наш утренний гость Андрей Шенкаренко, был у нас в гостях, краизнавый, смоделист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова